ну нет это уже есть это есть определение о совершенно верно когда мы когда он выходит за уровни материи вот когда человек мудрый человек который знает много у него есть не только большое количество знаний но в разных областях и он имеет и он умеет ими апеллировать и на основе этих знаний он может предсказывать прогнозировать что произойдет и это происходит мы его называем умным человеком а вот следующий уровень этой мудрости это когда человек выходит на за рамки материи и вот выход за рамки материи на иврите то есть то что у нас мудрецов называется это называется словом богобоязненность богобоязненность это не значит что человек боится что бог его сейчас убьет богобоязненность это когда ты понимаешь что ты имеешь дело с бесконечным то есть когда по моему вот есть когда я не знаю как по моему по моему по моему можно так сказать по-русски за когда вы обращаетесь когда вы общаетесь с каким-нибудь человеком у которого перед ним у вас есть трепет если это очень какой-то великий человек очень большой очень совершенно необыкновенная личность вы его не боитесь что он вас что-то вам плохое сделает там человек например разговаривает с царем там да у него перед ним есть трепет не потому что он сейчас и что-то хочет от него получить вели боится его это не страх не боязнь это трепет и вот на русском если переводить слово точное ира ташем ира ташем это не богобоязненность как говорят по-русски это не страх перед небом а это трепет то есть а что такое трепет перед богом и тогда ты понимаешь что ты имеешь дело с бесконечным бесконечным не в том смысле как мы говорим когда мы говорим там например о бесконечности вселенной вселенная она может быть совершенно совершенно бесконечной да допустим хотя на самом деле это не так он вселенной не бесконечно но допустим скажем так она бесконечно и вот у тебя есть как бы страх перед этим но это не не так потому что бесконечность вселенной это техническая бесконечность нет принципиальной разницы между ближайшими там этом десятью световых лет расстоянием или или три миллиона световых лет расстояния это будет та же скука движение первые там первые там допустим мы несколько миллиардов километров или миллионов даже и дальше нет никакой разницы так будет там чуть больше взрывов меньше взрывов там будет кварки или там будут и черные дыры или там были какие-то еще где-то но в принципе все что мы воспринимаем ближайшие допустим галактики то же самое примерно происходит и до конца и нет принципиальной разницы то есть бесконечность физическая она не поражает она не вызывает по-настоящему трепет настоящий трепет это когда ты понимаешь вот это то что я говорю бесконечное это имеется ввиду что ты не знаешь что день грядущий нам готовит что в ближайший момент происходит это когда это когда есть что-то такое что она не предсказуемая по сути потому что бесконечность вселенной она предсказуема она не вызывает трепет а вот бесконечность творца она она непредсказуемая и вот она вызывает вот это вот это имеется ввиду трепет перед не перед ним небом то есть это как можно так дать вам такой пример это как в первый день творения невозможно было себе представить что произойдет во второй день творения представьте себе миру которым вы живете например там во второй день творить допустим когда была создана земля там и земли еще не было вода там и что да да вода там и не свет там и землю все видите все там покрыто водой и света до могли бы вы себе представить что из этой воды по из появится суша вряд ли правда это трудно себе представить ну хорошо вот она появилась а представить могли бы весь и представить что они это пойдет следующий этап придут придут растения представьте решили что вы живете в мире на земном шаре там есть кислород все нормально вы живете как ходите по миру и нет нет растения вам в голову не могу прийти что появится растение вот это непредсказуемость творца вы не знаете следующий этап какой будет а когда вы уже дошли до уровня растения вам в голову не могло прийти что что-то может жить что этот листочек или веточка может летать кушать разговаривать открыто и там или размножаться или что она там живое вам бы никогда это в голову не пришло а видя животный мир вам бы в голову не пришло что она может быть разумным вот это непредсказуемость если она вызывает трепет это есть духовный мир вот это называется ира тоже а какой третий этап гури есть три компонента до мудрость трепет да богобоязнь степет и третий этап называется целомудрия я не знаю как по-русски точно сказать ну что я думаю что нет эквивалентного этого этого с этому слову называется она во она вам это покорность смиренности там и можно многие разные слова пипи переводить все они не точны имеется ввиду что что ну сейчас так объясню на втором уровне которые мы говорили о трепете перед перед небесами перед творцом есть это разделение между человеком и и богом если бы как бы два уровня мы и он когда есть мы и он у нас перед ним есть этот трепет но вот это само разделение наше отношение к богу как он как к чему-то внешнему бесконечному вот это вот это само отношение она очень непростое но вызывает у нас как бы двоякое ощущение с одной стороны есть так как бы уважение страх трепет и так далее а с другой стороны есть в этом какой-то 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 элемент и ограничения его и всегда мы говорим о боге в третьем лице как бы он или что-то вне нас и отношение наше к нему как к чему-то или к кому-то кто находится вне нас то это отношение его и его ограничивает его ограничивает почему она его ограничивает потому что он великие огромные всесущные и так далее так далее но он кто-то внешний мне он кто-то кто меня создал и каждый момент моего существования он его поддерживает я существую только потому что он дает мне эту силу и говорить и так далее но вместе с тем со всем этим понятием тем не менее само разделение на моё я и он вот это разделение делает его как он ограниченным потому что он это не я а если у меня не включает он только меня поддерживает дает невозможность жить функционировать то что он не включая меня не все он не везде сущий он только сущий или только много сущий но не везде сущий то есть без меня бог ограничен он меня не включает он не несовершенен он неполный он только лишь огромный бесконечный но и бесконечный наверно то что тоже нельзя сказать о нем потому что я ограничиваю его бесконечность вы понимаете что о чем я говорю да верно верно невозможно говорить об этом верно поэтому сам религиозный подход отношения к богу по сути этот подход неправильный в своем своем и своей основе вот это неправильное отношение к богу и есть то что мы называем идолопоклончеством то есть все религии в мире являются идолопоклонческими религиями почему потому что для них бог это кто-то а а если он кто-то не включая меня то он не бесконечен он ограничен а суть идолопоклончество в том что она ограничивает бога ну например то в чем проблема в том что там кто-то сделал из бога какую-то там куклу ну говорит вот это там кукла или это корова или это дерево или это звезда есть бог почему иудаизм это так мешает когда мы говорим там что вот этот зевс или там еще то вот он бог почему мы называем это идолопоклончеством это язычество это плохое мы к этому такое отрицательное отношение почему в чем проблема сказать ну вот он там кто-то бог ну и что а дело в том что когда мы говорим о нем что-либо не важно что что он там такой-то 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 или вот он тот-то то таким образом вы его ограничиваете а если это что-то ограниченное то и суть всего оно ограниченное то есть нет без нет бесконечной ценности любая ценность она ограничена любой смысл будет ограничен потому что если бог он не бесконечен то какая ценность там любовь человеческая душа личности радость добро это ограниченное добро это не бесконечное добро это только что то такое ограничено то есть другими словами человек живет в мире очень пессимистическим по сути то есть в чем смысл пессимизма это не в том что ты говоришь там вот он полный стакан половина стакана это глупости такие всякие там люди говорят а в чем смысл что это что-то пессимист пессимизм 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 в чем философия пессимизма она в том что говорит что что ценность добро любая ценность берете ты вещь которая приходящая она не она не она ограниченная по сути есть она ограниченная по сути то какая мне разница там ты проживешь 10 миллиардов лет 10 лет или 10 дней 10 минут то есть по сути нет принципе принципиальной разницы между жизнью здесь то есть ценности все ценности по сути ограничены если наш мир пропадет в конечном итоге после там 14 миллиардов лет то то какого у него смысл любой смысл любая любое добро это вещь которая пока что пока что хорошо все что мы делаем вся наша жизнь это все пока что это временно и ценность твоей жизни как человека в как в чем она это только что-то приходящее ну ты пожил здесь там 70 80 лет сколько тебе там сурка ты протянешь уйдешь пропадел что с тобой станет ты пропадаешь из этого мира тебя кто-то забудет помнить никто не будет помнить то есть в чем смысл человека кто ты такой ты в принципе по сути по по этой по этой идеологии ты в по сути ничтожество но только это это ничтожество тянет тянет свое протяжение там жизнь там на 80 лет а если ты там большой нич там какой-то там что-то сумел сделать кому-то там не знаю там написал что-то открыл какой-то закон еще сто лет проживешь и там тебя будут помнить а это будешь там великим там 5000 лет тебя будут помнить 5000 лет если кто помнит кого-то тоже 5000 лет назад на этом гомер до один из самых древних его кто-то кто-то помнит сколько лет тому назад он жил 3000 до 2800 примерно а еще еще драйв древняя гомера кто-то есть кто-то знает какого кто-то смотрите нет то есть все что ты что-то можешь там ас жить смысл чего-то что ты делаешь ну протянешь там пару пару тысяч лет это все будет пунктом все взрывается стирается все пропадает кто же ты такой по сути человек ничтожество вот это значит идолопоклонничество если бог ограничен и все ограничено то ты тоже ограничен и смысл тебя ограничены маленький когда иудаизм говорит что что божество это не что-то конкретное ограниченное пусть это будет бесконечное добро но это только лишь добро а где зло суть добра то ограничение сказать о боге что он любовь как христиане говорят любовь тоже ограничение потому что там если это не любовь то есть кто-то другой там какой-то там кто делает плохое в мире там сатан досят сатана там кто-то всякие такие да тоже это тоже идолопоклонничество любое ограничение она идолопоклонничество да это очень хороший вопрос и совершенно правы да прекрасно вопрос это важно понять что все что мы говорим в иудаизме о творце это только лишь слова это не по-настоящему то что мы думаем настоящее наше отношение к творцу она не вербальная мы не можем ничего сказать вообще само слово творец это тоже ограничение он только лишь творец все что не скажете бог там всевышний вездесущий все все и все его атрибуты это все если к этому относиться тоже называется как она есть то есть перс и и то есть идолопоклонничество да и вот не ограниченный в пространстве и понять это тоже ограничение пяти тоже ограничение почему он совершенно верно то есть мы говорим только ограниченным языком то есть но на самом деле мы понимаем что то что мы говорим мы этом не имеем ввиду да верно да верно только как проявление то есть что это значит как проявление мы всегда помним мы всегда это осознаем что мы не говорим о нем о сути потому что только вы скажете о нем это уже будет какой-то дядя там на земле на небе с большой бородой на на там который как и ты это микельанджело нарисовал создает человека это боженька такой дядька какой-то там старик сидит глупости а когда мы понимаем что этому нечего сказать нет слов ничего невозможно никаким образом его определить потому что определение вот это есть формулировка вот это происходит от слова форма да то есть ограничение никаких да невозможно выразить никакой логики понять ничего нельзя сказать и то и тогда получается кто же такой я и я это не кто-то кто думает о боге а я это одно из его проявлений не то что есть боженька есть я и боженька меня любит дает мне что-то вот это есть идолопоклонничество а когда мы понимаем что все одно и нет никакого бога нигде как выдумки понимаете вот это выдумка идолопоклончик они выдумали что есть какой-то бог где-то там да это тоже хороший вопрос проблема в том что когда люди думают что есть бог то таким образом для них бог это что-то ограниченное по сути то есть они называют его бесконечным вечным случае на всякие говорят слова но но когда они имеют ввиду что есть там какая-то божественная духовная сила там на небе где-то там вы великих духовных мирах там кто-то существует то он по сути должен быть ограниченным потому что он не включает меня а если он ограничен то и человек ограничен если человек ограничен то можно им пользоваться для того чтобы построить там пирамиды или братскую гэс был беломорских канал там какой-то ну что ты кто ты тот и человек ты ничтожество ты цель ты ты не цель ты ты средства средства для построения там чего-то кого-то там и там как построим там какую-то памятник кому-то там то есть ты сделаешь из человека будешь делать из него там абажуры мыло колбасу человек это вот это поэтому иудаизм с этим так борется потому что потому что вот этот подход к богу это это уничтожение человека то низведение человека до ничтожества а когда мы говорим что нет бога в том смысле в котором люди думают что там кто-то есть и мы говорим что все и в надо этим всем и вне этого всего все 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 имеет свою бесконечную над логическую божественную сущность вот этот подход он называется она во то что мы называли на русском на и говорили русском языке там целомудрия покорное смирение это все слова которые не точно переводят это имеется ввиду состояние моей души когда я воспринимаю вот этот вот эту бесконечность когда я думаю обо всем то кто я вот я лично кто я не что я только все вот это в этом смысле покорность в этом смысле в этом смысле я это смирение то есть это не ездить двое я и бог и я с ним что-то там разговариваю а я не существую как 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 личность отдельная от него это сознание божественности человеческой души вот она является третьей ступенью вас появление человеческого духа первая ступень как мы назвали ее это мудрость эта возможность апеллировать всевозможными знаниями и они приводят человека к духовному миру в духовном мире он понимает что это есть что-то вне всего и вот это мы назвали его трепетом пирс бесконечностью а третий этап является вот это она во когда ты понимаешь что все это одно целое и она бесконечно бей вечно и вот это то что объясняет мораль когда он говорит что что подошва мудрости то что мудрость сделала своей короной а что корона мудрости это трепет перед богом она ва сделала подошвой своей своей подошвы то есть превратила ее как бы в более низкий уровень а на самом деле она намного много выше чем осознание трепета и тогда же получается что второй уровень перед у тебя трепет перед кем перед своей божественностью это не трепет перед каким-то чужим кто-то иной это трепет перед своей божественностью которую ты не знаешь и ты и ты находишься в процессе его познания вот это и есть то что мы называем жизнь процесс познания своей божественности и ты об этом никогда не можешь ничего знать без того чтобы тебе тара то есть трансцендентальный мир тебе придет и скажет вот знай что я то есть в ты в своей бесконечности создал землю небо свет ты вывел и в эфизгипта ты вот это ты это все одно целое